Летние каникулы в самом разгаре. Кто-то из школьников отдыхает в лагере, кто-то в деревне у дедушки. А есть те, кто остался в городе и успевает не только отдыхать, но и зарабатывать на карманные расходы. Летнее время Артем решил провести с пользой. Он подстригает кустарники на территории предприятия, на котором трудится его папа. В прошлом году я уже здесь работал, мне как бы понравилось. Это как бы лучше, чем сидеть дома и смотреть телевизор. Просто здесь хотя бы работай на свежем воздухе. Все-таки хочется иметь свои деньги. Здесь можно хотя бы их заработать. Честным трудом. Здесь же работает и Полина. Тоже не первый год. В первую очередь потому, что здесь работает моя мама и нам удобно вместе сюда добираться. Здесь нам дают различные задания. На каждый день иногда что-то новое, иногда что-то доделаем. Ну и мне кажется, что это интереснее, чем раздавать листовки на улице. Обычно либо мы полим цветы, либо мы их поливаем, либо убираем сухую траву, листья или ветки. Мальчики стригут кусты, но иногда тоже убирают мусор. Для многих предприятий трудоустраивать несовершеннолетних детей сотрудников на летнее время стало традицией. Во-первых, подростки ближе знакомятся с деятельностью своих родителей. Во-вторых, возможно, именно они придут сюда работать после получения профессионального образования. Желающих очень много, потому что оплачиваем, в принципе, их хорошо. И дети тоже как бы все довольны. Стараемся в первую очередь брать детей у сотрудников наших. Но если приходят со стороны, то мы тоже им не отказываем и как бы содействуем в этом всем. На временную работу принимают ребят с 14 до 18 лет. За четырехчасовой рабочий день подростки получают 50% от минимальной оплаты труда. Создавая рабочие места для несовершеннолетних, мы тем самым даем им возможность, во-первых, заработать первые свои денежки своим трудом, получить определенные трудовые навыки. Но иногда даже для ребят открываются с иной стороны какие-то новые профессии и специальности. Кроме того, работа в коллективе со взрослыми помогает нашим ребятам приучить к дисциплине, к порядку и трудолюбию. Благоустройство территории, помощь в присмотре за детьми, ремонтные работы, курьерская деятельность. Выбор профессии на лето у несовершеннолетних, конечно, небольшой. Но если есть желание трудоустроиться, еще можно оформить заявку в своей же школе или в центре занятости населения города Чебоксары. Татьяна Трофимова, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика.